Один за всех и все за одного. В Томилинском парке сказок состоялись командные соревнования среди школ Люберецкого округа. Будущие защитники Родины проходили испытания на силу и выносливость. Кому же достался кубок мужества, знает Мария Кузьмичева. А старт будет вот на лавочке. То есть у вас получится вот так круг. Фактически у вас последний этап для кого-то будет переноска раненого. 8 школ Люберецкого района, 8 команд и около 150 школьников сразились за звание лучшего из лучших на кубке мужества. Здесь все по-настоящему. Начиная от профессионального обмундирования, заканчивая испытаниями. Воспитание боевого настроя, проверка на физическую подготовку и смекалку. Такую цель поставили организаторы соревнования. Самое главное это подготовка юношей к службе в армии. Ну естественно, чтобы они стали ловкими, знали с какого конца, подойти к автомату. Военно-патриотическое воспитание. Солнечная погода, боевое настроение. Старт дан. Школьники по выпавшему жеребью расходятся на свои первые точки и по команде начали, выполняют задания. Молодым бойцам нужно пройти 8 этапов, на каждый из которых даны считанные минуты. Участники должны преодолеть длинную дистанцию. Переправа по пересеченной местности, стрельба на точность, перетягивание каната, переноска раненого, подтягивание на турнике и отжимание, бросок гранаты. Особой внимательности скорость пригодилась ребятам при сборке и разборке автомата. Оценивают результаты члена патриотического клуба «Воинская дружина», а помогают в координации соревнований учителя школ. Мы впервые в таких соревнованиях принимаем участие, так как мы только образовались в сентябре месяце. И мы только делаем свои первые шаги. Мы будем сегодня рады любому результату. Все ребята подошли к соревнованиям ответственно. Дружно и быстро передвигаются по объектам, показывая неплохие результаты. Организаторы особо отметили их сплоченность и умение работать в команде. А сами участники признаются, что безумно счастливо побывать здесь. Мне тут понравилась больше всего полоса препятствий, сборка-разборка автоматов. И тут на самом деле действительно интересно. Я здесь впервые, мне здесь очень нравится. Здесь есть разные полосы препятствий, и я хочу приехать сюда еще раз. По завершении испытаний школьников ожидала традиционная армейская гречневая каша с тушенкой и горячий чай. В солдатской кухне ничего не пригорает. Вот. Сейчас здесь варится гречка пока что, и как бы железо не слишком нагревается. Результаты этого соревнования будут подведены уже после всех пройденных испытаний. А по итогам трех таких состязаний судьи выберут три команды, которые будут отправлены на экскурсию в военную часть воздушно-десантных войск Медвежьей озера Щелковского района. Следующее мероприятие запланировано на середину мая. Мария Кузьмичева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.